Рассказать о вековой истории библиотеки посёлка Горки-Ленинский невозможно в двух словах. Многое о ней знает заведующий учреждением Любовь Калашник. В её руках различные исторические документы, от инвентарной книги 1932 года до грамоты с оригинальной подписью Надежды Константиновны Крупской. Библиотека находилась на территории совхоза Горки. И есть очень интересная историческая справка, что с 1920 по 1922 год библиотека никак не финансировалась. И библиотекарь получал зарплату продуктами. Когда в 1949 году был организован Дом-музей Владимира Ильича Ленина в Горках, то библиотека переехала в одно из помещений, находящихся рядом с Южным флигелем. Библиотека переезжала ещё не раз, а её преобразование можно проследить по штемпелям. В 1992 году учреждение вошло в централизованную библиотечную систему Ленинского района. Последние 28 лет библиотека посёлка находится в 79-м доме на Новом шоссе. Сегодня библиотека остаётся местом притяжения жителей. Интересно, что многие из них помнят не только своё первое знакомство с этим храмом знаний, но и его служителей. Работники учреждения всегда могли подобрать книгу по душе и даже чему-то научить. Краевед и писатель Алла Антонова запомнила своё первое посещение библиотеки посёлка на всю жизнь. Будучи школьницей, она прибежала в сельский клуб с босыми ногами, где познакомилась со строгим библиотекарем. Она посмотрела на наши босые ноги, и первое, что она сделала, это она нам прочитала мораль. Но она так хорошо нас воспитала, это первое было моё культурное воспитание в стенах библиотеки. В настоящее время в учреждении числятся более 600 читателей, то есть каждый третий житель посёлка. Книги – это всё моя жизнь, можно сказать. У кого-то хобби вышивание, у кого-то хобби огород, а книги – это моё хобби с четырёх лет. Десять лет назад как раз возникла такая идея присвоить нашей библиотеке имя Надежды Константиновны Крупской. Имя десять лет назад как раз здесь повешен был вот этот портрет Надежды Константиновны как основательницы этой библиотеки. Но эта мечта пока остаётся мечтой, которая, мы надеемся, сбудется. А пока в исполнении желаний помогают сотрудники администрации. Мы всегда стараемся поддержать нашу библиотеку и в том числе ремонтом помещения, и оборудованием, и издаём книги в том числе наших жителей. И за счёт средств бюджета поселения Горки-Ленинский издано несколько книг, которые вы видите на наших стендах. Свой юбилей библиотека из-за пандемии отмечает скромно, но продолжает работать в режиме сокращённого дня до пяти вечера. Поэтому найти интересную книгу среди восьми тысяч экземпляров, узнать нечто новое об истории родного края сегодня может каждый. Конечно, при соблюдении санитарных норм. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.